В Армении на улицах городов вновь собираются сторонники премьера Никола Пашиняна. На этот раз они собираются требовать досрочных выборов в парламент, который может сорвать партия бывшего президента страны. В Ингушетии полиция обыскала дома участников народных сходов против обмена земель с Чечнёй. Соглашение, подписанное Евкуровым и Кадыровым, вызвало непонимание даже у их сторонников в местных элитах. Ещё одна фотография Баширова Чепиги. Журналисты нашли фотографию подозреваемого в отравлении на доске героев и назвали имена ещё 12 вероятных сотрудников ГРУ. Нобелевскую премию по физике получила группа учёных за исследования в области лазеров. Впервые за полвека среди лауреатов женщина. Здравствуйте, я Тимур Олевский. Но начнём, наверное, со срочных новостей, которые прямо сейчас приходят из Армении. Тысячи сторонников премьер-министра Никола Пашиняна вышли опять на улицы Еревана. Демонстраты заблокировали все входы и выходы в здание парламента страны Пашинян, который совсем недавно фактически на улице выиграл своё право стать премьер-министром, опять призвал людей выйти на митинг, чтобы теперь не позволить республиканской партии сорвать досрочные парламентские выборы. Сам премьер в прямом эфире выступил с экстренным заявлением. В причинах нового политического кризиса мы сейчас попробуем разобраться. Ну и прямо сейчас на связи с нами из Еревана мой коллега Артур Хачатрян. Артур, вот я вижу новости, что из Гюмри едут сотни автомобилей с людьми, которые готовы поддержать сторонников Пашиняна. И странно, конечно, видеть, что действующий премьер выводит сторонников на улицы. Зачем ему это понадобилось? Что происходит? Зачем ему это понадобилось, что не только из Гюмри, из всех армянских городов едут Ереван, из других городов буквально десятки тысяч людей собрались рядом с созданием национального собрания, собрания парламента Армении. Они, по сути, оказывают поддержку, откликнулись на призы с Николой Пашиняна собраться здесь. Они выступают за досрочные, неочередные парламентские выборы. Дело в том, что несколько часов назад, когда на собрание армении, тут много людей, которые находятся, которые находятся, а я, конечно, на Казахстане, на Казахстане, на Казахстане, которые предлагают изведение на закон о регулярном... Я прошу прощения. Я помогу нашим зрителям разобраться в том, что ты сейчас сказал, а наши режиссеры, я думаю, сейчас нам покажут шум улицы, и я смогу его перекричать, мне несложно. Дело в том, что, насколько я понимаю, Никол Пашинян собирался провести досрочные выборы в парламент, в котором большинство сейчас у партии предыдущего главы страны, и до этого президента, собственно, который и ушел в результате революции, произошедшей недавно в Армении. Но парламент попытался принять такой закон, который мог бы навсегда заблокировать эту инициативу Пашиняна, и вот в результате Пашинян опять прибег к помощи улицы, такой обратился к людям непосредственно напрямую. Уже сейчас приходят новости на сайт информагент, что Никол Пашинян уволил и нескольких министров из правительства, в том числе тех министров, которые выступали от политических сил, поначалу его поддержавших. Ну вот за тем, что происходит прямо на улицах Еревана следит, как я уже сказал, Артур Хачатирян. Мы попробуем, я надеюсь, связь все-таки нам поможет разобраться, с какими требованиями люди на этих улицах сейчас. Артур, давай попробуем тебе слово. Я надеюсь, меня слышно. Буквально несколько минут назад уже закончил свое выступление Никол Пашинян, но ты прав, он уже отправил в отставку многих министров, которые были фракцией, которые в свое время составили коалицию. После революции он их отправил в отставку и сказал, что сам подаст в отставку, когда придет время для того, чтобы все-таки провести внеочередные парламентские выборы. То есть это то, к чему идет правительство и лично Никол Пашинян. Без этого, в принципе, никак он об этом говорил. И люди, которые собрались здесь, именно требуют от национального собрания, от фракции, которая там представлена, отказаться от попыток помешать проведению внеочередных парламентских выборов. Вот это самое главное требование. Никол Пашинян и люди, которые собрались здесь, отмечают, что данный парламент, по сути, не отражает мнение народа, что это нелегитимный парламент, что в свое время был избран в результате многочисленных нарушений во время выборов. И вот сейчас главное требование, это требование, это досрочные внеочередные парламентские выборы. То есть смотри, получается такая история, что Никол Пашинян сейчас призывает парламент немедленно подать в отставку, самораспуститься и прибегает к помощи людей. У него нет возможности сделать это другим способом, который положен по процедурам. Ну то есть это еще одно продолжение вот этого протеста, еще одна смена власти без очевидной процедуры, которая положена по Конституции, или я в чем-то ошибаюсь? Давай я попытаюсь изложить ситуацию. Есть два способа проведения неочередных парламентских выборов. Первое это конституционные изменения, на которые, я так понимаю, Никол Пашинян не пойдет. И второй порядок, это согласно которому премьер-министр подает в отставку. После этого в течение двух недель парламент должен выбрать нового премьер-министра. И если это не происходит, то назначаются все неочередные парламентские выборы. Данный законоправие, по сути, означает, что парламент растягивает эти две недели на многие-многие недели. То есть этот вариант Никола Пашиняна, который был самым вероятным, он не работает. И в этом случае создается, по сути, политический кризис. Непонятно, как будет дальше развиваться ситуация. Ну вот Никол Пашинян сказал, что несмотря ни на что, он все-таки подаст в отставку. И люди должны оказать влияние на национальное собрание с тем, чтобы все-таки депутаты не выбрали, не избрали в течение этих двух недель нового премьер-министра. Ага, ну то есть свою будущую политическую судьбу Никола Пашинян опять доверяет людям, согражданам на улице. Понятно, мы будем следить сегодня. Спасибо большое. Артур, это важное пояснение, просто что к тому, что происходит, картинка впечатляющая. Мы уже несколько месяцев такого не видели на улице Херевана и других городов Армении. Мы будем по ходу нашего выпуска возвращаться к тому, что происходит в столице Армении. И Артур остается с нами на связи, будет нам помогать в этом разобраться. Спасибо тебе. Ну а теперь главной теме выпуска. Сегодня утром ингушские полицейские обыскали дом лидера молодежного яблока Руслана Муцольгова. А потом еще у двух активистов они провели обыски, и всего полицейские собираются провести обыски по 13 адресам. Объединяет всех тех, кому собираются нагрянуть силовики, отношение к предстоящему обмену земель между Ингушетией и Чечней. Соглашение подписали главы республик, а люди стали проводить народные сходы в Ингушетии. Противодействие двух братских народов воли их руководителей для Кавказа событие яркое, а для России знаковое. Почему это происходит, давайте попробуем разобраться вместе со мной. Мы поснимаем с должности президента. Сожмите его, сожмите. Только ингушский народ наделен полномочиями менять границы республики. Он не человек, не мужчина. Там земли, там не земли, отдали, не отдали. Просто вы внимательно смотрите, за кем вы идете. Обстановка в Ингушетии далека от спокойной. Уже несколько недель крупнейшие тейпы региона открыто выступили против руководства республики и требуют его отставки. Ивкурова. Подробнее об этом и о том, как развивался конфликт, расскажет Сайхан Сенцаев. Сотни автомобилистов с включенными фарами едут по центральным улицам Назраньи, Магаса и Карабулака. Они протестуют против передачи Чечне части ингушских земель. Участники акции даже перекрыли участок федеральной трассы между столицей республики и городом Назрань. Против соглашения глав двух республик выступили практически все авторитетные ингушские тейпы, включая кланы Аушевых и Индиевых. В соцсетях они распространяют видеообращения, в которых призывают депутатов ингушского парламента не принимать спорное соглашение. Главу региона Юнезбека Евкурова они называют предателем ингушского народа и требуют уйти в отставку. А это представители ингушской общины из Казахстана. Мы его снимаем с должности президента. Сожмите его, сожмите. Против соглашения руководителя республики выступил также влиятельный ингушский тейп Билл Хароевых. И это несмотря на то, что Билл Хароевы состоят в близких отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его инициативе, к примеру, в 2014 году в Чечне даже построили мечеть имени Баталхаджи Билл Хароева. Она находится в Ачхой-Мартане, недалеко от границы с Ингушетией. Против соглашения, лично против главы республики Евкурова выступил еще один человек, которого поддерживает Кадыров, муфтий Ингушетии Исаак Амхоев. От этого человека больше ничего не будет. Он не человек, не мужчина. Чечено-Ингушская автономная республика распалась в 1992 году. Год спустя президенты республик подписали договор о границах между регионами. Согласно ему, почти весь Сунжинский район был признан частью Ингушетии. Позже все нормативные акты, принятые при Джохаре Дудаеве, который в 90-х объявил о независимости Чечни, были признаны нелегитимными. В 2012 году главы регионов Кадыров и Евкуров обвинили друг друга в притязаниях на чужую территорию. Обвинения позже перешли в вооруженный конфликт на границе двух республик. Тогда в процесс вмешался полпредпрезидента России на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Прошу, брейк, стоп. С публичного пространства выйти. Прекратить друг друга оскорблять. Оставить эту тему раз и навсегда. Выведите это из публичного пространства. Хватит об этом ругаться. Вы два братских народа. В конце августа этого года в ингушском селе Аршты спорного Сунжинского района появилась строительная техника, которую сопровождали вооруженные люди из Чечни. Строители заявили, что им поручили расчистить на этом участке дорогу. Через две недели глава района ИСА Хашегульгов подал в отставку. Жители республики расценили это как протест чиновника против передачи земель Чечня. В этот же день в городе Сунжа начались протесты. Сам Хашегульгов назвал свою отставку добровольной. Уже на следующий день жители Ингушетии вновь вышли на стихийную акцию протеста. Участники акции заявляли тогда об ограничении доступа к интернету и перекрытии дорог в Магасе. И пока силовики с дубинками задерживали протестующих, главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об обмене землями. Разобраться в том, как именно будет происходить обмен земель между Чечнёй и Ингушетией, между прочим, оказалось довольно трудно. На сайте правительства Чечни текст соглашения вообще не появился. Я его не смог найти. Там по этому поводу есть только реплика Рамзана Кадырова, которая заканчивается словами «Я ответственно заявляю, что мы едины, сплочены, мы братья, мы войнахский народ. Это должен учитывать каждый, кому придет в голову задеть честь, достоинство чеченского ингушетского народа». Конец цитаты. А вот на портале ингушетского правительства информации оказалось побольше. Во-первых, там есть текст соглашения, которые подписали Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров. Текст в электронном виде. В документе есть и приложение. Там карта, на которой проведена будущая граница, и 90 с лишним страниц с новыми координатами, так называемое геодезическое описание. Но мы постарались вас не мучить этими цифрками, а постарались наложить на карту республик новую границу и вместе посмотреть, что получилось. Итак, в Надтереченском районе Чечня передает Ингушетии часть своей территории, на которой более 1200 гектаров сельскохозяйственных земель, а в Сунжинском районе происходит вот такой размен. Граница Чечни отодвигается в глубь Ингушетии примерно на 2 километра и подходит почти до самого села Аршты, того самого села между чеченскими и ингушскими силовиками, в котором был конфликт. Чеченские тогда заняли село и даже построили там блокпост. Сейчас Евкуров обещает, что пост будет снесен, а кусок земли на юго-востоке Ингушетии, который по соглашению может отойти Чечне, не населен, но важен для войнахского народа. Ну, так говорят люди, которые живут в Ингушетии. Считается, что на этих землях берут начало древние роды чеченцев и ингушей, и сейчас там располагается Ингушский заповедник. Сегодня сотрудники правоохранительных органов, как я уже сказал, пришли с обысками в дом руководителя Ингушского отделения партии Яблока Руслана Муцольгова. Его называют одним из организаторов акций протеста против передачи земли Чечне. Я как раз спросил сегодня у Руслана, почему вопрос о границе именно между двумя кавказскими республиками именно на этих землях стал причиной конфликта. Дело в том, какую цену сейчас придется платить обществу за то, что руководство республики, во-первых, держало народ в неведении, а во-вторых, в нарушении действующего законодательства пытается изменить территорию республики. А какую цену? Это стабильность. Это стабильность в регионе. Народ республики очень прагматичен. Мы очень любим, что мы хотим, чтобы в республике было спокойствие. А в свою очередь органы власти предпринимают все, чтобы этого спокойствия здесь не было. И обманывая народ, и не договаривая ничего, нарушая закон, и вдобавок ко всему сейчас организовывая преследование всех тех, кто не согласен с тем порядком, который пытается установить руководство республики. Вот тут вопрос. Ведь под преследование и вы попали, и уже поговорили с местным центром по борьбе с экстремизмом. А расскажите, как это происходит и что говорят полицейские? Ну, по сути, полицейские делают, формально выполняют свою работу, но на самом деле они выполняют незаконные приказы руководства республики. Сегодня и глава республики Евкуров, и его ближайшее окружение предпринимают все шаги для того, чтобы процедура отторжения земли от республики Ингушетия произошла максимально безведомо население. И любой, кто сегодня говорит о том, что это незаконно, кто против этого, подпадает под ерму оппонента власти. И, естественно, в отношении него разворачивается эта травля и со стороны спецслужб, и со стороны подконтрольных СМИ. Тогда в чем смысл вообще этого спора? Что в этих землях такого, именно в тех землях, о которых идет речь при обмене, что у людей возникло ощущение, что что-то происходит неправильно? Ну, во-первых, нас пытаются ввести в заблуждение, объясняя, что это обмен. Дело не в нефти, ни в какой, про которого говорят иногда. Дело в том, что какая-то очень важная культурная точка для народа оказывается предметом спора и дележки. Мы связываем, безусловно, все эти новости, все эти события в одну цепь. И новости о том, что Роснефть получила лицензию на разработку этих месторождений. И новость о том, что туда прокладывается дорога со стороны Чечни. И новости о том, что глава республики назначен на новый срок. Все эти события мы связали воедино и связываем это только по логическим... Ну да, то есть у вас нет никаких прямых доказательств, это только умозаключение сейчас, правильно я понимаю? Безусловно, конечно, откуда могут быть такие доказательства этому всему. Никто же не признается в этом. Вот мы сейчас вернемся к теме об обмене ингушских и чеченских земель, но прямо сейчас я предлагаю вам перенестись в Ереван. Мы начали нашу программу с событий в столице Армении. Прямо сейчас, судя по тем кадрам, которые вы видите на ваших экранах, люди, вышедшие на улицу в поддержку Пашиняна, просто штурмуют здание армянского парламента. Не вполне понятно, куда завтра днем и утром должны будут прийти и смогут прийти депутаты, если люди займут это здание, ну или они придут и будут голосовать уже в присутствии граждан Армении, которые там тоже будут следить за их работой. Давайте-ка послушаем и посмотрим, как выглядит сейчас улица в Ереване. Будем возвращаться мы, конечно, к этой истории, потому что может так случиться, что во время нашей программы протестующие в Армении займут здание парламента Армении, ну если это случится, то наши режиссеры сразу мне об этом сообщат и мы покажем вам это. Вы увидите об этом, все узнаете об этом первыми. В соцсетях, тем временем, возвращаясь к теме о землях между Ингушетией и Чечнёй, в соцсетях, в ингушских пабликах тема передачи «Земель» обсуждается очень активно. При этом авторы телеграм-канала «Ингушетия-2018» просят ингушскую молодёжь не смотреть национальное телевидение и не читать главную региональную газету. Уважаемая ингушская молодёжь, вы – будущее Ингушетии, и эти два СМИ вас обманывают по приказу Евкурова. Они хотят вас лишить части Родины. Они поддерживали тех, кто на протяжении десяти лет грабит наших отцов и матерей. Их дети и они за наш с вами счёт катаются на дорогих машинах, в то время как мы с вами не можем найти работу, везде чиновники требуют взятки, грабят бюджет, окружили себя охраной. Мы решили всё-таки посмотреть и почитать всё, что есть, и всё, что написано об этом. Подписание договора об административной границе между Ингушетией и Чечнёй, акции протеста, обыски, задержания, как всё это освещали на государственных телеканалах этих регионов, и что об этом говорили в социальных сетях, всё это расскажет Ольга Абрамчик. Первая несанкционированная акция против подписания договора по обмену территориями между главами Ингушетии и Чечни прошла 25 сентября у здания райадминистрации в Сунжи. На телеканале Ингушетия в программе «Новости 24» в этот день есть сюжет из Сунжинского района. Зрителям рассказали о незаконной торговле алкоголя. Митинги продолжились 26 числа, в день подписания соглашения в городе Магаз. В анонсе этой же программы нет ни слова о том, что Ингушетия и Чечня подписали документ. На восьмой минуте эфира появился сюжет, в котором корреспондент рассказала, что соглашение подписано, а обмену подверглись только ненаселённые территории. Ну а следом за главами председатель правительства Ингушетии Зелимхан Явлоев и председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов подписали картографическое изображение границы между регионами. Правда, в сюжете не сказали, где именно проходит эта граница. За последние дни на сайте Ингушетия ТВ появились сюжеты о том, что новые границы, цитата, «станут новым шагом по укреплению дружбы и единства», о том, как к этому решению пришли без конфликта и правопролития, о том, что между регионами не будет постов, а все дороги будут не только открыты, но и отремонтированы. Со своим мнением выступили чиновники и общественные деятели. Я считаю, что это очень хорошо. Я знаю, что и Евкуров за то, чтобы мы дружно жили, и Кадыров за то, что... Но есть кучка непорядочных людей, от них надо избавляться. На сайте чеченской государственной телерадиокомпании «Грозные» есть только один сюжет о подписании договора между главами республик. Датирован он 26 сентября. 11-минутный репортаж рассказывает о дружбе чеченского и ингушского народов, о значимости исторического соглашения, о разрешении спора длиной в 25 лет. В сюжете Рамзан Кадыров обратил внимание на протестные акции. Прошу, чтобы не распространялись слухи и лжи наши патриоты, которые сидят в Европе или там дома, которые там поднимают молодежь, давайте мы истанем, пойдем куда-то. Они должны посмотреть, что они сделали для народа, для региона, для государства. Комментариев тех, кто протестует против обмена территориями между двумя республиками, в эфире ингушских и хищевских телеканалов не было. Алексей Малошенко, из Ломовета и политолог выходит на прямую связь со студентом «Стача времени». Алексей, спасибо большое. Алексей Всеволодович, скажите, мне все равно непонятно, из-за чего сейчас потребовалось подписывать это соглашение, ну и, видимо, почему возник этот протест? Вы знаете, мне тоже это до конца непонятно, но дело в том, что этот вопрос-то существует, скажем, очень долго, с 92-го года, а если мы посмотрим шире, то он с 1929-го года, когда создавалась автономная Чеченская республика, потом Чечено-Ингушская, это, по-моему, 34-й год, потом вообще ничего не было, начиная с 44-го по 57-й год, и все границы, которые там проходят, это искусственные границы. Конечно, но так, если 20 лет, если они 20... Мы потребуем наследие того, что было, и, кстати говоря, как и в Ириване, как и повсюду. И то, что власти каким-то образом хотят эту проблему решить, это однозначно, тем более, что мы прекрасно помним, что еще в 2013 году дело дошло до вооруженных столкновений. То, что, я думаю, федеральная власть тоже заинтересована в том, чтобы было как бы нормально, чтобы там не было границ, в конце концов, это ведь Россия, это Российская Федерация. Какие там могут быть острые госграницы, понимаете? Это абсурдно. А может так получиться, что что-то такое происходит? Я сейчас фантазирую, но вы меня поправьте, Алексей Всеволодович, что такое происходит в России, что в регионах, в том числе на Северном Кавказе, надо поскорее регулировать все территориальные споры, чтобы на будущее их не было. У меня такое ощущение, что без разрешения, а может быть и без совета, так мягко скажем, из центра, этого бы вообще не было, вот этих вот разговоров, всех этих выступлений, но такое впечатление, что Москва хочет, чтобы хотя бы внутри самой России была какая-то стабильность. Но не всегда это получается, но во всяком случае сейчас вот в этой ситуации под боком иметь какой-то потенциальный конфликт, пусть не самый большой, но тем не менее, это же Северный Кавказ, мы же сейчас прекрасно понимаем, это совершенно ни к чему. Поэтому, может быть, время было бы, может быть, время было выбрано не совсем удачно, но рано... Может быть, способ был выбрано не совсем удачно, может быть, просто надо было обсуждать это с, по крайней мере, с жителями Ингушетии, они к этому более привыкли. Но в частности это ведь ни один, ни два, ни три раза, вы же понимаете, что это, в общем-то... Но я хотел один вопрос, знаете, какой... Молгобек, это же давно идет. Да. Мне показалось, что Инусбек Евкуров вот прям долго оттягивал любое это обсуждение и не был инициатором его. Как вы думаете, я прав или нет? Я думаю, что вы абсолютно правы. И тут возникает вопрос, а кто так сильно посоветовал ему, что это надо делать сейчас? Поэтому, когда я слышу обвинение в его адрес, пусть те же обвинители поставят себя на его место. Это президент. Очень все непросто в этой республике. Мы знаем в том числе по части ислама. И представьте себе ситуацию, когда высокое начальство ему советует, а он что? Он будет говорить нет, это не получится во всяком случае в сегодняшней России. Поэтому я бы его в данной ситуации не обвинял. Я думаю, что он проводит достаточно гибкую политику. Ему очень непросто. Тем более, что, простите меня, его визави, это московский любимец. Это Рамзан Кадыров, который заинтересован вот в этой границе. И он постоянно подчеркивает, что это хорошо, это замечательно. И обратите внимание, в Чечне это практически не комментируют. И совсем почти не обсуждается. Правильно. Так надо. Все. Так надо. Так мы и сделали. А все остальное, это как бы уже технические проблемы. Так что в этом отношении я, ну не то, чтобы я сочувствую Евкурову, но я его понимаю. Я понял вас. Ну, вы знаете, я надеюсь, что он что-то скажет по этому поводу. Он вообще человек, который говорит, этот глава республики, довольно много комментирует. Если ему задавать прямые вопросы, постараемся это сделать. Спасибо большое Алексею Малашенко на связи со студией «Строщение времени». А сейчас мы прям вот включаем Ереван и смотрим, что происходит. потому что, как кажется мне, люди, которые вышли на улицу сегодня протестовать, пытаются занять здание парламента и уже прям сейчас им это может удастся. Я напомню в двух словах, что происходит в Ереване. Сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян, который в результате весенних протестов занял эту должность и сместил довольно крепко сидящую власть в лице предыдущего президента Хришкриана. Он прямо сейчас сказал, что парламент в лице бывшей правящей партии препятствует досрочным выборам и переизбранию этого важного законодательного органа и может принять такой закон, который после отставки Пашиняна позволит парламенту как угодно долго не голосовать за кандидатуру нового премьер-министра, которым Пашинян в общем-то надеется стать, переизбраться на уже легитимный следующий срок. И вот этот политический кризис, который назревает, заставил Пашиняна, как он говорит, призвать людей выйти на улицу и решить вопрос там. И вот люди на улицу пришли и даже приходит сообщение, что из других городов приезжают автомобили с протестующими, они заняли площадь перед парламентом прямо сейчас и некоторое время назад пытались здание парламента занять, мы в общем видим этот грандиозный митинг. Если люди на территорию парламента попадут, мы об этом вам тоже сразу расскажем. Сергей Скрипаль, отправленный в Солсбери, он выжил, но получил серьезное увечие, передал британской разведке компромат на высокопоставленных чиновников из окружения Путина. Об этом бывший разведчик сам рассказал в интервью британскому журналисту историку Марку Урбану, чья новая книга «Файлы Скрипаля» выходит в продажу 4 октября, а послезавтра. В коррупционной схеме, которую Скрипаль якобы раскрыл в этой книге, фигурирует, например, бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Сегодня он занимает пост секретаря Совета Безопасности России. Но об этом чуть-чуть позже, что еще бывший сотрудник ГРУ рассказал о себе и о покушении в Солсбери, знает и расскажет нам сейчас Катерина Бучнева. Разочарованный распадом Советского Союза, в 92-м полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил об отставке. Но ведомство настолько нуждалось в кадрах, что Скрипаля уговорили остаться, предложив ему теплое место в Мадриде. Там он работал под прикрытием в посольстве России и там же был завербован британской разведкой. Так Сергей Скрипаль вспоминал свою биографию в 10-часовом интервью британскому журналисту и историку Марку Урвену. Он дал его год назад, еще до отравления в Солсбери. По словам Скрипаля, в 96-м он передал агентам МИС-6 информацию о систематической коррупции в резидентуре в Мадриде. Офицеры разведки выписывали бюджеты на фиктивные статьи расходов и завышали цены госзакупок. Распиленные средства делили с вышестоящими чиновниками вплоть до Николая Патрушева. В те годы он возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ, а в 99-м возглавил и всю службу, сменив на этом посту Владимира Путина. Компромат, переданный Скрипалем, британские спецслужбы использовали для вербовки еще одного офицера ГРУ. В интервью с Урбаном Скрипаль также говорил, что опасается за свою жизнь. «Понимаете, мы боимся Путина», говорил он Урбану. И тем не менее, после покушения Скрипаль с трудом мог поверить, что его пытались убить российские спецслужбы. Урбан описывает Скрипаля как убежденного российского патриота, который даже в доме в Солсбери, купленном на деньгами 6, продолжал смотреть российский Первый канал и во многом поддерживал политику Кремля, в частности, по отношению к Украине. Что, впрочем, не мешало ему проводить тренинги для западных спецслужб, для чего он ездил в США, Чихию, Эстонию и Швейцарию. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня назвал дело Скрипаля провокацией. «Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, сделано непрофессионально. Поэтому я могу еще раз подтвердить, что это была грубо сколоченная и сшитая провокация». На главный вопрос, почему Скрипаль мог стать мишенью для агентов ГРУ, книга Урбана не отвечает, но приводит теорию о том, что изначально российские спецслужбы охотились за другим двойным агентом, полковником службы внешней разведки Александром Потеевым. Летом 2010-го при помощи ЦРУ он выехал из России в США. В это же время в США арестовали 10 российских шпионов, работавших под прикрытием. Именно тогда Путин заявил, что предатели, цитата, сами загнутся и тысячу раз пожалеют. Вы только вдумайтесь в это. Человек всю свою жизнь отдал на служение Родине. И нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает. Как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья? Однако Потеева найти не удалось. И российские спецслужбы, по версии Урбана, просто пошли по списку предателей. Следующим оказался Скрипаль. Кремль свою причастность к попытке убийства Сергея Скрипаля неоднократно отрицал. Екатерина Бучнева настоящее время. Ну и если говорить о возможных отравителей из Солсбери, журналисты проекта Радио Свободы Сибириалии доехали до деревни, в которой предположительно родился Анатолий Чепига. Это сотрудник ГРУ, который очень похож на Руслан Баширова, туриста, оказавшегося другом Александра Петрова. Они вдвоем в Солсбери оказались там в день отравления Скрипалей. Мои коллеги спрашивали жителей деревни, узнают ли они в подозреваемом в отравлении грушники своего односельчанина. Этот вопрос они задали спустя всего пять дней после издания Коммерсант, которая там же в этой же деревне получила утвердительный ответ. Но нашим журналистам все жители села, с которыми они говорили, сказали нет. Мужчину они не знают, отравитель из Солсбери на него не похож, и их Анатолий в спецслужбах не служил. Деревня о геройском прошлом Руслана Баширова то или Анатолия Чипиги, я уж не знаю, как его зовут, точно позабыла. А вот издание Досье, его автор Сергей Канев пошел дальше. Канев утверждает, что установил целую схему легализации сотрудников главного управления генштаба под выдуманными адресами в Москве. Сослуживцы Анатолия Чипиги якобы часто получали прописку в зданиях, связанных с ГРУ, в штаб-квартире, в общежитии военно-дипломатической академии, в офисе ГРУ под названием ДОМ, ну и так далее. Но Чипига был прописан в общежитии Российского Государственного Гуманитарного Университета. И журналист считает, что это было сделано в целях более качественной конспирации. Канев кстати, еще привел имена 12 человек, 12 фамилий военных разведчиков, которые жили там в Москве. И зачем он это сделал, непонятно, но сделал. Среди источников журналиста бывший кадровый сотрудник ГРУ, который сейчас уволился и ищет работу. Так объяснил сам Канев. Зачем выдавать имена грушников, про которых ничего не известно, ни хорошего, ни плохого? Сам Сергей Канев объясняет это тем, что он хочет, чтобы разведка исправила небрежности в своей работе. А разведка, которая живет на деньги российских налогоплательщиков, добавляет журналист. Но вернемся к той самой книге о Сергее Скрипале, которая в четверг поступит в продажу Великобритании. Я напомню, среди прочего, бывший сотрудник ГРУ, которого отравили в Солсбере, новичком, рассказывает в ней о коррупционной схеме с участием первых лиц российского государства. В частности, упоминается имя Николая Патрушева. Сейчас он занимает пост секретаря Совбеза России, долгое время являлся директором ФСБ. И Скрипаль утверждает, что финансовые растраты в мадридской резидентуре ГРУ покрывал некий могущественный московский генерал, а в конечном итоге след ввел к Патрушеву. Это не первый раз, когда фамилия бывшего директора ФСБ всплывает в связи с упоминанием российской оргпреступности. Вот еще несколько примеров. В 2016 году Высокий суд Лондона вынес решение по делу Литвиненко. В докладе судьи Роберта Оуэнса говорилось, что к отравлению экс-разведчика причастен тогдашний глава ФСБ России Николай Патрушев, близкий к президенту Путину. Одним из вероятных мотивов называлось то, что Литвиненко расследовал связи Патрушева и Путина с Тамбовской ОПГ, криминальной группировкой, действующей в Санкт-Петербурге в 90-е. Тогда Литвиненко удалось найти доказательства того, что Тамбовская ОПГ контролировала поставки героина из Афганистана и Узбекистана в Западную Европу через Питерский порт. Что еще важнее, он был убежден, что существовал масштабный сговор между Тамбовской ОПГ и сотрудниками КГБ, в том числе Владимиром Путиным и Николаем Патрушевым. Литвиненко был отравлен за неделю до того, как должен был давать показания по делу русской мафии в испанской прокуратуре. Но у испанских следователей были и другие источники. Вот опубликованный изданием «Инсайдер» фрагмент допроса бывшего депутата и предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ Михаила Монастырского. Эти показания Монастырский дал в марте 2007-го, а через месяц был сбит автомобилем. ОПГ Тамбовская как таковая уже не существует, она существовала и какое-то время назад она появилась по заказу ФСБ и была создана в целях обогащения. Я только одно хочу сказать. Группировка Тамбовская работает под прикрытием ФСБ Санкт-Петербурга, которая в свою очередь крышуется этими людьми, о которых я сказал до этого. Николай Патрушев работал в КГБ по Ленинградской области с середины 70-х. Там же он познакомился с Владимиром Путиным. По сведениям ряда СМИ, Патрушев, как начальник отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, вел служебное расследование в отношении Путина по делу о махинациях с вывозом цветных металлов за рубеж. В 92-м году Патрушев стал министром безопасности Карелии. По данным Литвиненко, там Патрушев сам попался на контрабанде и избежал уголовного преследования лишь благодаря переводу в Москву на более высокий пост главы управления собственной безопасности ФСБ. В Карелии он попался на контрабанде дорогостоящей карельской березы. Причем по факту преступления прокуратура Петрозаводского возбудила уголовное дело, где изначально Патрушев проходил свидетелем. В ходе следствия, однако, фактически была доказана его вина как соучастника. С восхождением Владимира Путина в гору шла и карьера Николая Патрушева. В 98-м году он сменил своего патрона на месте главы ФСБ, а в 2008-м стал секретарем Совета безопасности Российской Федерации. На этом посту, по данным британского издания «Телеграф», Патрушев порой исполнял не только дипломатические миссии. В декабре прошлого года, когда он прилетел в Аргентину с официальным визитом, Патрушев якобы участвовал в вывозе из страны крупной партии кокаина. Ранее аргентинские спецслужбы нашли 400 килограммов наркотиков в посольстве России в Буэнос-Айресе и заменили их на муку. Подмененный груз якобы вывезли в Россию именно на самолете главы Совбеза. В Москве это отрицают. И к другим темам. Евгений Макаров, человек, благодаря которому многие узнали и увидели, как пытают заключенных в российских колониях, сегодня вышел на свободу. На ворот колонии Евгений встречали друзья, родственники и журналисты. О том, что происходило с ним в колонии до и после публикации видеозаписи пыток, расскажет моя коллега Наталья Шагирова. Поедет к бабушке Наде, поросенка зарежем, шашлыки зарезем, да? В тюремной форме и резиновых тапочках Евгений Макаров вышел из ворот колонии. На улице его встречает толпа журналистов, семья и друзья. Первые слова. Благодарность за поддержку. Евгения за плечи обнимает Руслан Вахапов. В исправительной колонии номер один они вместе боролись с беззаконием и их обоих пытали. Они уже на этом все построили свою рабскую зону. Они настолько закрыты от общества и настолько там такие вещи происходят. Если ты не готов делать так, как они скажут, а если какой-то необразованный, только что получивший ключи и дубинку, скажет тебе наклонись и ходи гуськом и ты не будешь этого делать, он тебя будет бить. Местные следователи и прокуроры несколько лет подряд не находили в действиях надзирателей состава преступления. Пиши жалобу, для них это послать на три буквы спокойно, потому что знают, что ответ придет с прокуратуры еще с насмехания. Вот посмотри, что тебе пишут из прокуратуры. Ты дурной зек, смотри, что написал. Тебе еще хуже сделали. Даже после того, как Макарова перевели язык 1 в ЭК номер 8, издевательства продолжились. В одиночной камере он провел 70 дней. Говорит, чтобы не сойти с ума. Приходилось разговаривать с самим собой. Они меня когда отправляли оттуда сюда, они мне сказали, что над тобой здесь будут так же бить, глумиться, издеваться. Но так оно и получилось. По приезду меня так же избили, поглумились, держали постоянно в изоляторе. Когда видео с пытками Евгения Макарова оказалось в интернете, в СИН, видимо пытаясь оправдаться за избиение, заявил, что заключенный 136 раз нарушил режим. Все ситуации были спровоцированы конкретно ими. Они провоцировали конфликт из-за того, что я требовал по закону. А они не могли исполнять этот закон или не хотели. Они постоянно пакостят. Даже последний инцидент, который был в июне 2017 года, они специально спровоцировали его. Взяли мое письмо из дома, которое лежало у меня в Библии, бросили на пол и растоптали его. Видео, на котором сотрудники в СИН избивают Макарова дубинками, опубликовали в июле. Было возбуждено уголовное дело. Арестованы 14 охранников из 18 фигурирующих на видео. Так что даже за пределами колонии Евгению нужна государственная защита. Меня ограничивают одним местом жительства и 10 часами. Так что любой, кто захочет, может прийти и просто в 10 вечера и встретиться со мной. Я не знаю, что сделать. По отношению, какими они себя здесь зверями, какие звери они здесь, такие же звери они и на свободе. По словам Евгения Макарова, таких же заключенных, как он, кто готов продолжать бороться с системой в СИН за свои права, в колонии осталось еще четверо. Как назвал их сам Макаров, фантастическая четверка. Все эти люди сейчас находятся в ЕПКТ. Наталья Шагирова, Игорь Дорошенко. Настоящее время. Москва. Такой Евгений Макаров. Сразу после выхода из колонии Евгений Макаров дал интервью нашим коллегам с Русской службы радио Свобода. Давайте послушаем, что говорит человек, который только что вышел из тюрьмы, где его два не сделали инвалидом. 70 с лишним дней я просидел в одиночной камере. Но они считают это нормальным для реалибитации человека сидеть в камере, которая окружена полностью клеткой. В прямом смысле клетка. От окна полтора метра, от стены до стены до полтора метра, от пола клетка. И так, в точности аналогично от двери клетка. Ну, постоянно находишься в клетке. Это они считают реалибитационным для человека. Все эти 80 дней, конечно, я травмировал теми событиями, которые со мной произошли. Конечно, психика, она нарушена. Плюс они, это содержание в клетке, плюс ихняя коллективная солидарность. Они недовольны, что их сотрудники сидят. Они этого просто не ожидали. И они любыми пакостями, любыми словечками, заковырками какими-то пытались меня задеть. Ну, даже были такие провокации, что могли, допустим, положить трусы, а на трусы положить Библию. В надежде того, что я сорвусь и заснять это все на камеру, как я буду материться и ругаться матом. Они-то это прекрасно понимают, что я не сдержусь в этом. Блин, такие провокации. Я не могу слышать и видеть, как какой-то ублюдок, какой-то ублюдок, я не знаю, только что пришелся из армии, берет и 20 человек, ставит на колени, бьет их дубинками и обзывает их матерей. Я не могу промолчать, конечно, я ему скажу, кто он есть. И за то, что я вот это старался какую-то справедливость наладить, какое-то людское понимание, людское отношение, они вот так вот ко мне относились. Тут последнюю комиссию проводили мне, когда трое суток дали. Представляете, сидит 10 взрослых офицеров, мужиков, здоровых. стою я один. Я объясняю, он уже стекулирую рукой. И один, то есть, я не знаю, чем он думал вообще, он говорит, не надо рукой шевелить, мало ли, мы воспринимем сейчас это как нападение. Я говорю, ты в своем уме 10 взрослых здоровых мужиков, и я машу свой, жестикулирую рукой и нападу сейчас на вас на десятерых. Ты в здравом уме вообще находишься? Как тебя приняли вообще на работу? Ну, просто как? И вот так вот они берут, спускают в подвал в десятером для полного обыска, спускают в десятером в подвал и говорят, что он на нас напал, на десятерых здоровых дядек с дубинками, с наручниками, с этими, с газовыми баллончиками, с электрошокерами. Он на нас напал, и мы его избили. Вот и вся логика-то. Это рабство, полное рабство, которое отделено от государства полностью. Там они что хотят, то и делают. У них свои законы, свои порядки. Им без разницы, что печатается на бумаге и законы какие-то, они их просто не соблюдают. Мы еще вам покажем несколько фрагментов из интервью Евгения Макарова, чуть позже, человека, который рассказал о пытках в Ярославской колонии номер один. А пока я напомню, что новости о пытках в российских тюрьмах после того, как всплыла история избиения Макарова, стали появляться одна за одной просто в вал этих новостей. Вот лишь один эпизод. В Омске в начале сентября на два года колонии осудили сотрудника местной исправительной колонии номер семь, который участвовал в пытках заключенных. А телеканал «Дождь» опубликовал кадры издевательств в Омской колонии. Заключенных заставляли голыми танцевать на нарах, затем приседать с грузом... Извините. Их заставляли голыми танцевать в парах, а потом приседать с грузом на плечах. По словам пострадавших, сотрудники соревновались, придумывали самые изощленные пытки, которые на видео не попали. Их пытали током, душили пакетом, заставляли стоять голыми на морозе и мочились на них. Это то, что знаем колонии, как раз рассказала адвокат Руси-сидящая Вера Гончарова. Она сейчас присоединилась ко мне в прямом эфире в настоящем времени. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. А вот с тех пор, как стало известно про пытки в Омской колонии, там что-то принципиально поменялось или нет? Нет, на сегодняшний день в Омской колонии ничего не поменялось. Единственное, о чем мы знаем, это о том, что в конце августа был уволен начальник управления в СИН по Омской области, но начальник колонии и седьмой колонии, о которой идет речь, о которой фигурируют на этом видеоролике, начальник остается при своей должности и все остальные сотрудники тоже. Понятно. Ну, знаете что, вот я сейчас смотрю на Евгения Макарова, очень крепкого человека, надо сказать. Его не видно, чтобы он сломался. Знаете, после того, что он пережил, можно вообще представить себе, что он просто какой-то не особенный человек. Может, у него с психикой не все в порядке, потому что нормальный человек давно бы сломался, на его месте. Ну, вы знаете, мне кажется, что нет ни одного человека, который прошел бы через исправительное учреждение, которому бы не требовалась психологическая или психиатрическая помощь даже. Потому что все, вся система, функционирование этой системы нацелена на уничтожение человеческих потребностей, ценностей. Это очень трудно пережить и очень трудно выйти оттуда здоровым человеком. Знаете, я вам сейчас попрошу наших режиссеров, они нам дадут послушать и посмотреть фрагмент из интервью Евгения Макарова, где он рассказывает не только о пытках, но и о других вещах, которые он воспринимает как насилие, и мы с вами это обсудим. Они не давали держать в камере, вот я постирал носки, они их забирали из камеры сырые, они неделю лежали тукли сырыми и через неделю они мне отдавали такие же сырые носки, которые лежали там, свирели, плесневели. Вплоть до этого. Они в законе трактовали, в законе положено две пары носков. Один, значит, постирал, другие носишь, а они нет. Либо ты их постирал, ходишь без носков, и они у тебя в камере, либо ты в них ходишь постоянно, либо постирал и сдал. Вплоть до таких мелочей они ущемляли. Они давали сухой чай, но не давали кипяток. А для чего это происходит? Для чего создавать бытовые неудобства, совершенно издеваясь над логикой? Тут очень важно, что просто любой человек, мне кажется, не в состоянии спокойно мириться с тем, что нарушается обычная элементарная логика. Ну, это унижение, это тотальное унижение человека для того, чтобы он перестал себя чувствовать человеком. Тогда вопрос. Это очень важно, то, что вы сказали, то есть сотрудники пенитенциарной системы ломают людей, заставляют их почувствовать себя полностью подчиненными, так? Так, совершенно верно. Обратная сторона этого, вот пишут сейчас нам некоторые зрители в YouTube, я подглядываю, где идет трансляция этой программы, что, а тогда заключенные будут диктовать свои правила, система может быть либо подчинения заключенных надзирателями, либо подчинения наоборот, надзирателей заключенными, а по-другому быть как будто и не может. Что вы на это скажете? Ну, это, конечно, крайность. Ведь Омск, Ярославль, Владимир, что там у нас еще, Карелия, это регионы, которые прославились своими пытками, физическим насилием. Но ведь есть регионы, в которых такого нет, и нет, собственно, тотального контроля заключенных над администрацией. Существует закон, существуют правила внутреннего распорядка, и все это позволяет, соблюдая эти инструкции, держать режим и исполнять наказание, так как это предусмотрено законом. Ведь законом предусмотрена цель наказания, это восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и профилактика новых преступлений. Очень важный вопрос. Я, прежде чем мы вернемся к Евгению Макарову, хочу уточнить. Если просто выполнять тот закон, который сейчас есть, то можно привести тюрьму в состояние, где люди будут не страдать, а исправляться, или надо все-таки менять законы? Я думаю, что наши законы и уголовные, уголовные исполнительные вполне, если они будут соблюдаться, они вполне предусматривают и гуманизм, и все остальные принципы, которые бы позволяли эту систему держать в человеческом состоянии, исполнять наказание без насилия. Без насилия. Давайте поговорим теперь о тех, кого последние месяцы принято обвинять в насилии, то есть, собственно, к сотрудникам этой системы. Вот что говорит сам Евгений Макаров. Каждый приходящий туда, вновь работающий, вот он сегодня приходит, вот стоит смирненько, здравствуйте, здравствуйте, а на следующий день, там, позаследующий, через два дня, он уже стоит, рука в кармане, ключи крутит, плюет, сигарету курит, на корточке гуськом, чего? О, нет, твое все, твою маму ногами там пинает. Вот что происходило. А что происходит с сотрудниками? Ну, я так думаю, что недостаточно, недостаточно правильный отбор, ведь есть регионы, в которых колонии, это градообразующие предприятия, кроме как в колонию, идти работать некуда, и туда идут все подряд. Через какое-то время, я так думаю, что сотрудникам требуется психологическая реабилитация, чего тоже не происходит. И ведь что такое пытки? Это не только физическое, причинение физических мучений, это и психологические мучения, целенаправленные, и в том числе удовлетворение собственных каких-то патологических потребностей. Или компенсация чувства страха? Ну, может быть, да. Но то, что рассказывают мои доверители, что происходило с ними в седьмой колонии, оно заставляет задуматься действительно о каких-то патологиях. Патологиях, да. Вера, спасибо большое. На этом поставим точку и будем к этой теме возвращаться. Вера Гончарова на связи с нашей студией. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо. До свидания. В США не будут менять украинского режиссера Олега Сенцова на троих граждан России, находящихся под стражей в США. Об этом неназванный источник сообщил российскому информагентству ТАСС и русской службе Би-Би-Си. Я напомню, что накануне новая газета написала со ссылкой на свой собственный источник в России, что Москва готова обсуждать обмен Сенцова на Виктора Бута и Константина Ирошенко, а также находящуюся под арестом Марию Бутину. Этот неназванный сотрудник Госдепартамента называл бессмысленной попытку России использовать незаконное сдержание граждан Украины для переговоров. Вот в настоящем времени по поводу обмена Олега Сенцова сегодня сказал официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Экер. Вот что он сказал. Ну, если состоялись, если состоятся такие разговоры, переговоры, тогда наша позиция очень ясная, что мы не обмениваем преступников на политических заключенных. И так что мы считаем по поводу Олега Сенцова, мы считаем, что он является политическим заключенным, а не преступником. И он был задержан на территории Украины под контролем России, на контроле России, и его обменение это без основания, это не имеет основания. Олег Сенцов держит голодовку в российской колонии уже 142 дня. В 2015 году российский суд приговорил его к 20 годам колонии за подготовку теракта в Крыму после аннексии полуострова. Своей вины Сенцов не признает. Сегодня объявлено имя обладателей Нобелевской премии этого года по физике. Наградой присуждена Артура Эшкину, Жерару Муру и Донни Стрикланд за исследования в области лазерной физики. Стрикланд стала третьей женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике. О премии этого года подробнее Александр Касаткин. Донна Стрикланд первая женщина за последние 55 лет получившая Нобелевскую премию по физике. Причем до Стрикланд эту премию за всю историю получали лишь две женщины. В 1903 году Мария Складовская-Кюри за исследование радиации, а в 1963 году Мария Гипертмайер за открытие касающиеся структуры оболочки ядра. Американец Артур Эшкин еще в 1970 году опубликовал исследование, описывающее действие света на тела. В 1978 году Эшкин изобрел оптический пинцет, то есть сфокусированный пучок света, который способен удерживать микроскопические частицы. Его изобретение может быть использовано для изучения и манипуляции вирусами, бактериями и другими клетками без их повреждения. В последние годы оптические пинцеты широко используются в биофизике для изучения структуры и принципа действия белков. По поводу оптических пинцетов суть в понимании механизмов ДНК, РНК и того, как функционируют клетки. Это означает, что мы лучше понимаем саму жизнь и в случае болезни лучше понимаем, как ее лечить. Так что это базовый принцип понимания того, как мы функционируем. Артур Эшкин автор 47 патентов и множества исследовательских работ. Канадка Донна Стрикланд вместе со своим научным руководителем из Франции Жераром Муру в 1985 году разработали новую технику получения сверхмощных и сверхкоротких лазерных импульсов. Усиление черпированных импульсов. Сейчас лазеры сверхкоротких импульсов применяются в различных областях. Например, в медицине благодаря им продемонстрированы новые методы микроскопии, оптической томографии, тонкие хирургические операции, в том числе на человеческом глазе. Эти лазеры используются и для новых способов создания устройств оптической памяти, новых систем волоконно-оптической связи с большой скоростью передачи информации. В науке сверхкороткие сверхмощные лазерные импульсы позволяют моделировать в лабораториях астрофизические процессы. Жерар Муру, кроме прочего, является иностранным членом Российской Академии наук, а в 2011 году возглавлял лабораторию «Экстремальные световые поля и их приложения» в Нижегородском Госуниверситете. Сейчас Муру работает директором лаборатории прикладной оптики в Национальной Высшей Школе Передовых Технологий Франции. Меня переполняет эмоции и, конечно же, ощущение того, что что-то изменилось и еще изменится в моей жизни. Это очень впечатляет. Я счастлив и удивлен. Нобелевская премия в этом году составляет чуть меньше 1 миллиона долларов США по текущему курсу шведской кроны. Завтра Нобелевский комитет назовет лауреатов этого года в области химии. Александр Касаткин в настоящее время. События в Армении стремительно развиваются. Никола Пашинян, премьер-министр Армении, вошел в здание парламента на переговоры с депутатами, которые, как он заявляет, пытаются организовать в стране контрреволюция. Вместе с ним туда пытались прорваться еще несколько сотен человек, участвующих на митинге на улице, но охрана парламента попыталась этому воспрепятствовать, не пустить их, сказав, что в парламент можно входить только по пропускам. То есть, такие два центра власти образовались в Армении, парламент и премьер-министр, пообещавший сложить свои полномочия. И вот это, собственно, двери в парламенте, где журналисты ждут сейчас Николу Пашиняна, он там уже минут 20 переговаривается с депутатами и настаивает он на том, чтобы они подали в отставку, парламент самораспустился. Это прямая картинка из Армении, и все самое важное в стране происходит сейчас за этими дверями, а то, что происходит на улице, вы несколько секунд назад видели. Там стоит очень много людей, они возмущены, и наш, кстати, корреспондент Артур Тхачатриан следит за тем, что люди говорят и делают. Он с нами на связи с площадью напротив, около здания парламента этой страны. Артур, расскажи нам о всех последних новостях. Здравствуй, я сейчас нахожусь именно рядом с созданием национального собрания. Здесь буквально тысячи людей. По сути, проники на территории национального собрания полиция никак не срепятствовала. Люди стоят и ждут Николова Пашинена, который сейчас как-то сказал на переговорах с депутатами национального собрания. Что он потребует? Никаких попыток пока такой информации у меня нет, но я предполагаю, что он либо будет требовать отказаться от ранее принятого решения, либо потребует самороспуск парламента. Что парламент действительно состоит из людей, которые ну, как бы сказать, относятся к политической силе предыдущей власти, партии, которую поддерживал предыдущий президент Армении и премьер-министр после него? В парламенте четыре фракции, три, которые по сути открыто сейчас уже открыто выступают против досрочных парламентских выборов. Это означает, что они выступают против самого Никола Пашиняна. Только шесть депутатов, которые его поддерживают. И я думаю, что эти изменения настроения в парламенте связаны в первую очередь с выборами, которые прошли в Ереване несколько неделю назад. Они показали абсолютное большинство, абсолютную поддержку народа Никола Пашиняна. И можно предположить, что если состоятся еще выборы через месяц, через два, через три, как говорит Никола Пашиняна, то будет абсолютная большинство Никола Пашиняна. И, видимо, другие политические силы, политические фракции, они не соответствуют. они так и говорят, что не успеют подготовиться, да, но Никол Пашиняна во главе своей предвыборной кампании заявляет борьбу с коррупцией. Скажи очень коротко, люди, которые на улице, на что способны, к чему готовы, как тебе кажется? Ну, в первую очередь, они готовы до конца идти за Николом Пашиняном. И, разумеется, многое отзывы самого Пашиняна, то есть то, что он скажет, то и будет. И люди пришли поддержать Никола Пашиняна. Если ты имеешь в виду попыток ворваться в здание социального собрания, в парламенте, то таких попыток пока никто не предпринимает. Люди абсолютно спокойные, они, по сути, ждут каких-то указаний со стороны Николы Пашиняна. И, скажем так, они ждут, пока Никол Пашиняна выйдет к ним и скажет, что дальше делать. Спасибо большое, Артур Кштырян на улице Еревана, где Никол Пашиняна переговаривается сейчас с парламентом. И политический кризис может разрешиться в ближайшее время, а мы об этом завтра вам расскажем. Я Тимур Олевский, у меня на этом все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»